Эй, привет, друзья! С вами снова Сергей Куваев. Почему, когда я записываю влоги, сразу все на меня начинают обращать внимание и оборачиваться? То есть, это такая сразу первая реакция, такая секунда. Эй, что это он там вдали? Сам с собой разговаривает. Собственно, вот мои две спутницы. У меня сегодня съемки. В общем-то, основные мои все влоги, это как раз съемки и прогулки с Марикой. Так уж получается, что почему-то у меня настроение для влогов именно в эти дни. Ну и плюс ко всему, потому что есть какие-то еще другие люди, как бы, кроме меня. И с ними можно как-то сконтактировать, взять какое-то интервью, ну и так просто беседовать и так далее. В общем, сегодня съемки для какого-то постера. Ну, если будет что-то интересное, то я вам, собственно, это покажу, как это все происходит. Вот, идем на съемки. Как раз сейчас менеджер как раз новый. То есть, месяц всего работает девочка, японка в агентстве. И еще одна францужинка с нами. На этом мы сейчас находимся у Йо-Йоги парка. То есть, слева от меня как раз сейчас не сам Йо-Йоги парк, а соседний, короче, с ним парк. То есть, там спортивные какие-то эти тренажеры, там мероприятия проводятся. В общем, неважно. Вот, видите, у нас такое лето сейчас, такая замечательная погода. Практически начался сезон зимы-зимы. То есть, это когда повышается влажность после сезона дождей. Сейчас, как раз, сезон дождей еще не закончился. Кстати, по поводу щелчков в камере, хотелось бы давать для тех, кто думает, почему у меня там постоянно что-то трещит. Трещит автофокус в камере. Я не знаю, как это исправить, потому что, в общем-то, это вроде как не поломка считается, а болезнь просто всей этой серии. То, что когда там какой-то автофокус постоянно пытается настроиться по время съемки, из-за этого издает такие звуки, как треск. Поэтому даже не знаю, что делать с этим. Как бы не хочется сдавать камеру обратно, все-таки мне нравится, как она снимает. Так, а это мы сейчас, по-моему, идем уже в сторону Хиба. Здесь у нас Иночкей, с левой стороны здание Иночкей. Как вы знаете, Иночкей это канал японский, государственный, который причем платный, кстати. То есть, с него надо платить 2000 в месяц, но можно не платить. Зато постоянно приходит персонал какой-нибудь и пытается узнать, есть ли у тебя телевизор. Если у тебя есть телевизор, ты обязан заплатить Иночкей. Полный бред. Слушай, неужели мы в Иночкей идем? Слабо даже как-то вот верится. Сюрприз. Как ты любишь в Японии? Ха-ха-ха. Я люблю в Японии. Ты любишь в Японии? Да. Что ты любишь в Японии? Жизнь. Жизнь очень легко. Жизнь очень хорошая. Ты французский, да? Да. Что ты думаешь? Жизнь лучше, чем французский? Я бы сказал, что это разное. Я думаю, что ты понимаешь. Что ты думаешь о русском? О чем это означает? Я не знаю так много русских мужчин, я знаю так много русских девочек. Окей. Такие мячи используются у нас в фильмах. Сумбраев. Нас сейчас будут с этой девушкой, француженкой, фотографировать именно в таких позах, чтобы создать такой именно имидж. У меня много раз говорили, что я похож на Ди Каприо. Видимо, были правы. Дневная Сибая. Дневная Сибая. Так, ну что вообще, так выглядит дневная Сибая у нас. Даже ливая. Вот, парики, девочки, симпатичные. Смотрите-ка, магазинчик Зары на Сибая. В Японии Зара считается таким довольно-таки модным брендом даже. То есть это в Москве он как бы себя уже, этот бренд, скомпрометировал, в общем-то. А в Японии вполне даже серьезный бренд. Даже чуть выше среднего. Ну как выше среднего? Выше, чем H&M какой-нибудь. Или Никло. Посмотрите, модник. Во! Вот этот злачный поворот. С улицы, казалось бы, модный такой, да? Современный. Поворот к бомжам. Вот линия Моноты. Смотрите, какой красивый пейзаж такой, знаете? Такая Азия. После дождя. Прежде, это не романтично выглядит, да? Прекрасно. Отличное место для велосипедной стоянки. К бомжам мы не пойдем, конечно же, сегодня. На моем канале вы и так можете насладиться ими. Насколько, сколько пожелаете. Но вот здесь так мне просто нравятся вот такие места. Немного выбивающие, как выбивающиеся из общей такой атмосферы. Как-то здесь, кстати, снималось видео нашей встречи этих такого блогеров с Варламовым. Вот. И здесь у нас писалось интервью с Антоном. Вот здесь, рядом с этими маленькими барчиками. Сейчас они закрыты. Так, смотрите-ки, можно их рассмотреть получше. Смотрите, какие маленькие барчики. Барчики на два места, на три всего лишь. Некоторые прям совсем мизерные. То есть, зашел в рюмку, там выпил и все. Сейчас они все закрыты, но они, наверное, ночью в основные деньги себе поднимают. Смотрите, как замечательно выглядит проводка. У нас современная Азия, современная Япония. Ну, кстати, вот Япония тем и хороша. То, что здесь сохранена вот эта культура, вот эта самобытность. Несмотря на всякие новые здания, там, да, на новизну, сохраняется также и старина. В некоторых случаях, конечно, эта старина выглядит немного шокирующим. И думаю, шо, как такое вообще в Японии возможно? А в некоторых случаях вполне неплохо, вот как здесь. Замечательно. Смотрите, какая классно выглядит все это. Для Японии это очень характерно, когда один человек в течение всей жизни занимается вот каким-то таким мелким бизнесом. То есть, содержит какой-то маленький барчик свой или кафешку. Он не думает там о расширении, какое-то создании какой-то сети. То есть, это уже, наверное, более современный подход. То есть, такой более американизированный, наверное, даже подход. То есть, да, к развитию. Обязательно любой бизнес должен развиваться. В Японии же очень много именно таких бизнесов семейного плана. Как бы вот именно вот связанных с питейными заведениями какими-то. То есть, просто, как правило, там кто-то выходит на пенсию, например, после там 50 лет труда или там 40. Ему хочется заняться каким-либо бизнесом, чтобы не просто не прозябать как бы дома перед телевизором. Ну, открывает такой барчик. А в Японии продолжительность жизни высокая. Там до 90 лет живут. Поэтому, если он в 50-60 лет откроет, то еще лет 30-40 будет в этом барчике сидеть. То есть, к нему там постоянные клиенты будут ходить просто. Вот. Поэтому это очень замечательный колорит такой японский, который в других странах, ну, если можно встретить, то довольно редко. Потому что все-таки бизнес, особенно в сфере вот таких, как это называется, ну, бары, рестораны, они в современном вот этом движении. Они там открываются, через год закрываются, открываются, через два года новый. То есть, на одном месте там сменяется там за 10 лет там несколько мест, несколько названий. Если брать, допустим, да, вот Москву, например. А в Японии одно, один барчик, он может там существовать в течение 30-40 лет на этом же самом месте. Говорите, какая плесень. Ой, не плесень, а мох. Полюбуйтесь только, какая камера классная, как она мох отображает. А? Мыльница. Хорошо, друзья, сейчас все еще на Сиба. Начался дождь. Я думал, что-нибудь на улице здесь интереснее поснимать, там, не знаю, девушек какие-нибудь. Но теперь льет дождь уже. Еще пока небольшой, но он усиливается. Поэтому, наверное, на этом мы попрощаемся. До следующего видео. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Мафиозный Рос-Ройс. Мафиозный Рос-Ройс. Продолжение следует... Продолжение следует...